Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня мы с вами будем кушать два буррито моего собственного приготовления. Также картошка фри, которую тоже приготовила я. По ней видно, по ее внешнему виду понятно, что приготовила Айка Эмили. Очень люблю буррито и почему-то ни разу не снимала мукбанк на своем канале. У меня постоянно шаурма, шаурма и все. Так, немного она у меня развалилась, так что, ребята, не ругайтесь. Смотрите, как получилось. Просто лаваш неудачный. Лаваш уже давно был в холодильнике, он немножко стал такой жесткий. Я прям много мяса положила. Капустка. Точнее, салат Айсберг. Маринованные огурчики, в общем, нечто. Если вам интересно, сниму для вас рецепт. Как готовится такой вкуснейший буррито. Даже чем шаурма, мне больше нравится буррито. Если вы никогда не пробовали, обязательно попробуйте. Впервые я попробовала, когда мы с подругами и с одногруппниками пошли в ресторан. И там один парень заказал буррито. Я не сразу поняла, что это. Сама не стала заказывать. Но потом такой аромат стоял. Я думаю, блин, что я не взяла буррито. И вот в этот день, когда мы посидели с одногруппниками, после того, как мы вышли, у нас была одна девочка, такая, знаете, жесткая понтовщица. Типа, я такая крутая, так много зарабатывают мои родители. Я вообще такая вся из себя. Мы вышли из ресторана. Она такая... Ты видела, наши одногруппники даже не заплатили за нас. Я такая, в смысле, а почему они должны платить за нас, если мы не их девушки? Это просто одногруппницы. Тем более парни закрыли большую часть счета. Но не полностью закрыли. Как меня раздражают девушки, которые считают, что если даже вы не пара, все равно парни должны всегда платить. Я считаю, что это в корне неправильно. И она такая сказала, все, больше я с ними никогда никуда не пойду. Они не заплатили. А вот когда она рассказывает про себя, ой, парфюм у меня со спиром, он стоит так дорого, он стоит 200 долларов. На кроссовке Nike. И этот человек обиделся на то, что ей не помогли закрыть счет. Свой, причем, сколько она наела. Обалденно, вкусно. Я специально поставила в инстаграм опросник. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, потому что именно оттуда я беру вопросы. Именно там я читаю ваше мнение. То есть больше всего именно контакта со своими подписчиками у меня в инстаграме. Поэтому обязательно переходите. Я вот читала вопросы и очень много вопросов касательно того, почему мы не общаемся с Фати, почему нету видео с ней. Поссорились мы. Я просто хочу сразу ответить. Возможно, вы зашли на это видео именно из-за этого вопроса. Вот, я сразу отвечу, чтобы, если что, вы дальше не смотрели. Я снимала пранк. Там просила деньги в долг у своих друзей. Позвонила некоторым, Фати не позвонила. То есть видео нету, как я звоню Фате. Все сразу подумали, что вот они, наверное, поругались. Они, наверное, не общаются. На самом деле нет. Все отлично. И даже при съемке этого видео, ссылочка вам внизу оставлю на это видео, я звонила Фате. Я звонила Фате. Просто так получилось, что я сразу начала угорать. И она поняла, что это пранк. Она просто сказала, что это пранк. Я сказала уж да. Не знаю, как так получилось, что я угарнула. И этот момент неловкий. Я решила не оставлять и просто вырезала. Но по факту я звонила Фате тоже. То есть никаких проблем в отношениях у нас нету. Все отлично. Почему видео совместно не так часто выходят? Все очень просто. Мы развиваем наши каналы без друг друга. Мы не хотим, чтобы мы ассоциировались как Айка Эмили и Асхватима. А как два разных человека. Мне кажется, это нормально. Никто ни на кого обижен. Мы общаемся. Даже вот последняя переписка. Сейчас вот буквально переписывались. Кто-то там написал, что она, наверное, сама специально создает интригу, чтобы привлечь внимание. Абсолютно нет. Вот я вам ответила. То есть все хорошо. А просто, например, бывают такие моменты в жизни, как, например, месяц назад мы где-то с Шелли полтора месяца что-то не общались. Не потому что мы поссорились или что-то произошло. просто не получалось. А не получалось почему? Какой-то вертолет едет. Улетит. После войны, когда летит вертолет, мне сразу становится страшно, что происходит. В общем, о чем я говорила? Если я месяц не общалась с Шелли, это не значит, что мы поругались. Просто каждый раз так получается, что в 9 часов комендантский час, то есть после 9 нельзя выходить на улицу. если выйдешь, это штраф и вообще нигде ничего не работает. Шелли работает до 6. 7. Она добирается до меня. Например, мы хотим где-то посидеть. в 8 все заведения уже закрываются. То есть у нас просто физически не получается. В субботу, в воскресенье, например, Шелли не работает. Но также не работает ничего. Никакие доставки, рестораны, кафе, магазины. На субботу, в воскресенье нигде у нас не работает из-за коронавируса. Все эти ограничения из-за пандемии. То есть чисто физически не получается. Либо она должна прийти ко мне в субботу, но в субботу еще не работает транспорт. то есть ей надо на такси ехать. Поэтому все общаемся, все хорошо. Просто Шелли говорит, давай переждем этот момент. поэтому лучше переждать дома. И это не значит, что что-то произошло. Мы перестали общаться. У меня есть подруга, с которой я работала. Саадат ее зовут. Мы ее вообще не видим. Она очень клевая. Мы с ней вместе работали в строительной компании. Потом ушла я. Где-то через пару месяцев ушла она. Мы всегда говорим, это строительная компания. Она нам, в принципе, ничего не дала. Но дала хороших друзей. Единственный плюс. Вот эта моя подруга Саадат, она была единственным человеком в этой компании, которая не мутила воду, так скажем. Все вот что-то докладывали начальству. Какие-то сплетни, не знаю. Скорее-то все мутные были. Как вкусно. Это я еще не особо умею. Если бы мамочка приготовила бурита. Пишите в комментариях, если вы хотите, мама снимет для вас рецепт. Просто с удовольствием. Поэтому, если друзья с тобой в кадре, не обязательно вот только в таком случае у вас все хорошо. А если они не в кадре, то значит все. Сажали, мы очень подружились. Очень. Хорошая девочка. Очень милая, воспитанная, образованная. Не знаю, мне она очень нравится. Твикс уже хочет сюда. Твикс как будто чувствует, что здесь снимается мукбанг. Она сразу думает, мукбанг, и без меня не дела. Нельзя так делать. Что за дела? На этом все, мои хорошие. Пойду успокаивать своего малыша. Всех люблю, целую, спасибо, что досмотрели. Если вам не тяжело, подпишитесь на мой канал. Всех люблю. Пока.